На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричное подобие в музее «Гараж». Роберт Моррис, класс Олденбург. Часть 2. Наш другой герой, Роберт Моррис, то также американец, получивший художественное образование в Сан-Франциско, начинавший с абстрактной живописи, как и все художники его поколения, получивший до того, как он стал художником, достаточно разнообразный, интересный жизненный опыт, как и многие художники этого поколения. Он был на Корейской войне, и даже если он не участвовал в боевых действиях, он достаточно много путешествовал, и военной реальности, и совершенно другой культуры. Он подрабатывал на кучу разнообразных, обыденных работах. Работал на ферме, на ранчо-объездщика в ушателе, работал на железной дороге. И, как мы потом увидим, все эти опыты, обыденные работы, в его произведениях будут сказываться, в интересах материалов, например. И когда он живопись, он в конце концов забрасывает, переезжает в Нью-Йорк в 69-м полном году, и начинает, и создает первые объекты, которые можно назвать таким протоконцептуальным искусством. Вот такой, например, простейший ящик, содержащий звук его собственного изготовления. Цветная фотодокументация скульптуры Роберта Морриса – ящик, содержащий звук своего собственного изготовления. 1961 год. На вертикально ориентированной фотографии запечатлена скульптура, стоящая на белом постаменте внутри выставочного зала. Постамент имеет форму параллелепипеда. Его высота около полутора метров. Скульптура представляет собой деревянный куб коричневого цвета. Куб по ширине немного меньше, чем постамент. Кто интересует в этот момент Морриса, так, как и все художники его поколения, он находится и в желании оспорить абстрактных эмоционизма под его влиянием. Полом для него остается, всю жизнь остается одним из главнейших художников. Но то, что для него интересно в полуке, так же, как и для Капрова, с которым он общался, вот для Капрова, про которого я говорила в связи с Волденбургом и с хэппинингами, что полук – это не, что важно, не итоговое произведение, не сама эта картина, а процесс ее создания. Именно поэтому с полук начинается акционизм в каком-то смысле. И здесь это абсолютное упражнение про то, что такое процесс создания. Есть элементарный ящик, который Моррис сколотил сам за три часа, сделал при помощи молотка, гвоздей, пилы. Но весь этот процесс, который занял три часа изготовления ящика, он записывал на магнитофон. И потом внутрь этого ящика поместил маленький магнитофон, который эту кассету воспроизводил, или пленку, я не знаю, на что он тогда записывал, по-моему, кассеты тогда еще не было, воспроизводил вот эту запись звуков изготовления этого ящика. И когда он показал это в Нью-Йорке, первым, кто одним из первых, кто эту работу оценил, был Джон Кейдж. Замечательный композитор, который очень интересовался обыденными шумами, тем, как обыденные шумы, обыденные звуки или отсутствие звука могут стать музыкой. И Кейдж пришел и просидел перед этой работой все три часа, которые шла, записи, прослушив все эти шумоизготовления. И серия объектов, которые тогда создает, первые объекты, которые создает Морис, это такой элементарный концептуализм, плюс и минус ящик, который может быть закрытым или открытым. Картотека, произведение, которое представляет о себе информацию, всю возможную информацию о нем самом, материалы, форма, что такое картотека и так далее, все собраны внутри этого ящика. Три рулетки, которые отсылают к трем остановкам эталонам Дюшана. Здесь для него одним из, помимо Поллока, вторая фигура, второй герой, который для него важен, это Марсель Дюшан, то есть как бы противоположен. Что такое концептуальное искусство, что такое… Вопрос о том, что такое, что может являться искусством, каким может быть другой процесс, не процесс действия создания, а процесс осмысления, процесс размышления. Что такое мера, что такое пространство. Морис работает с пространством, работает с элементарными формами, он один из основоположников минимализма, как и Джат, он работает с простейшими прямоугольниками, квадратами, кубами и так далее. Но одну из первых своих, собственно, минималистских работ, вот такую вот колонну, он показывает, как спектакль, он показывает его на сцене «Ливинг Сельджа», знаменитого Нью-Йоркского театра экспериментального, работавшего на грани хэппининга. Чёрно-белая фотодокументация скульптуры Роберта Мориса «Колонна», 1961 год. На вертикально ориентированной фотографии запечатлён белый параллелепипед высотой около двух с половиной метров на фоне пустого тёмного пола и гладкой стены. И показывает его не как выставку, не как художественный объект, а как перформанс. Действие заключалось в том, что, видимо, открывался занавес, на пустой сцене стояла эта самая белая, серая панерная колонна, которая в какой-то момент падала, после чего занавес закрывался. И для Мориса было очень важно, как заставить эту колонну упасть, так, чтобы не было видно, что её приводят в движение. И на первом репетиции он не нашёл ничего лучшего, как залезть внутрь этой колонны и рухнуть вместе с ней. Что было достаточно травматично. Он расшиб Волгу, но там что-то произошло, то, что должно происходить в таком случае. Поэтому при следующем показе колонну, её как-то всё-таки свалили, привязав к ней верёвочку, и всё это не было заметно и прекрасно работало. Но сама идея, что любой минималистский объект важен в соотнесении с человеком, что колонна, что это абсолютно нейтральная колонна, на самом деле падает, потому что внутри сидит человек, который расшибается, чтобы привести её в движение, это тот сюжет с перформансом, с которым он будет работать. Потом появляется вот такой вот ящик, который для того, чтобы в нём стоять, который сделан ровно по его мерке. И вот такая вот работа, которая как бы наследует этому ящику, это маленький, где можно открыть этот «ай», это «и», «я», и обнаружить там, в этой книжке, в этой букве алфавита, обнаружить там фотографию обнажённого художника. Чёрно-белая фотодокументация работы Роберта Морриса «Айбокс», что можно перевести как «Я коробка» или «Коробка для меня», 1962 год. На вертикально ориентированной фотографии запечатлена прямоугольная металлическая пластина размером приблизительно с книгу формата А5. Её поверхность серебристая и шероховатая. В центре пластины проделаны углубления в форме заглавной латинской буквы «Ай» высотой с человеческий рост. Внутри углубления во всю его высоту вставлена фотография обнажённого мужчины средних лет во весь рост. У мужчины короткие тёмные волосы с залысинами. Он неполный, но есть небольшой живот. Мужчина стоит ровно, опустив руки вдоль тела и улыбается. Слева к углублению примыкает объёмная деревянная буква «Ай», служащая дверью, закрывающей углубления. Слово из одной буквы «Ай» в английском языке обозначает личное местоимение «Я». Слово говоря, почему он начинает заниматься этим деформацией, он понимает, что ему больше не интересно заниматься рыбой, он начинает не со скульптуры, не с концептуального объекта, он начинает с театра. В том числе потому, что его первая жена, Симона Форти, была танцовщицей. И это было время становления театра современного танца, театра, который во многом был связан с современным искусством, был связан с перформансом. Это танец, который я не специалист по балету. Но что там происходило? Это танец, который строится из повседневных движений, где не совершаются какие-то там специальные балетные пау, где хореография строится из того, что люди просто ходят по обыденным шагам, просто пробегают, просто сидят и стоят. И из этого придумывается хореография. Из этих повседневных движений создается хореография. Драматургия может создаваться из того, что различным участникам постановки даются задания. Вот ты должен, например, то просто сидеть на полу, ходить вперед и назад, а другой должен ходить вокруг, выходить кругами. И участники не знают о том, что должен делать другой. И из этого всего на сцене выстраивается хореография. И там, например, могли быть задания, которые противоречили друг другу, что одному давалось задание стоять неподвижно, другому давалось задание связывать его. И они не могли, и они должны были этот алгоритм выполнять. Это был один из перформансов, в котором участвовал Роберт Моррис, когда он в момент интереса к театру. Почему он начинает заниматься современным танцем, хореографическим театром, на грани театра и хэппенинга. Потому что в театре есть то, что его интересовало по искусству, то, что интересовало у Поллока, есть процесс. Есть то, что именно процесс становится видимым, и что процесс становится интереснее и значимее, чем результат. Так же, как и варианта с этим самым ящиком, который со звуком его собственного изготовления. Поэтому в 60-е годы он занимается различными вариантами. Это форманс, вот такой замечательным перформансом, который он делает вместе с другим художником. Война. Две вертикально ориентированные черно-белые фотографии. На фотографиях двое мужчин стоят лицом к зрителю. На фотографии слева запечатлен художник Роберт Моррис в белом объёмном костюме, напоминающем спортивную защиту. Перед левой ногой художника стоит белый щит ромбовидной формы. На щите прямоугольный фотопортрет пожилого лосеющего мужчины в официальном костюме и цифры 1717 сверху и снизу щита. В левой руке художник держит шлем. Шлем выполнен из белой военной каски с приделанным к ней белым забралом. Узабрала две прорези для глаз. На плечах художника пучки длинных верёвок, напоминающие мочало-швабр. Правая рука облачена в защитную перчатку. На правой фотографии стоит породатый мужчина в полосатой чёрно-белой кофте и чёрных зауженных книзу штанах. Поверх кофты надеты чёрные латы. На груди у него латинская буква «З» белого цвета. Левая рука облокачивается на деревянный щит в форме вытянутого шестиугольника. Щит стоит на полу. Щит белого цвета с объёмными чёрными диагональными полосками. Правая нога обута вниз размер на большую туфлю. Туфля чёрная, с двумя белыми полосками ткани. На бедре правой ноги проведена белая зигзагообразная линия. Правой рукой мужчина облокачивается на меч. Где, собственно говоря, перформанс отличается в том, что они придумывают себе костюмы, такие немножко тоже и абсурдистские, и оружие, и борются, пока у них не сломалось оружие, потому что придуман детский рыцарский турнир был таким образом, чтобы мечи у них были как можно более хрупкими, а доспехи как можно более надёжные. И потом там уже никто не пострадал, но вот была, и ещё они голубей выпускали во время этого самого, во время этого перформанса. И следующие перформансы, которые делает Мурис, связаны как раз со смыслением пространства, как пространства, минималистского пространства, как пространства действия, как пространство, которое обретает значение, обретает, становится видимым, когда в нём оказывается человек. Во время перформанса Аризона занимался, он, собственно говоря, тем, что металл копьё, что это было, и там был звуковой ряд, это был звуковой ряд стата, которые гонят погонщики. Связано это было тоже с его юношескими воспоминаниями, как раз он на ранчо работал, и его поражала красота этих повседневных движений, которыми занимаются. Ну, как ковбойская романтика. И то, как менялись люди, когда они приходили на работу в каких-то обычных костюмах, но на работе переодевались, одевали эти шляпы, эти самые там сапоги невероятные, ковбойские, превращались вот в этих самых героев фильмов, героев вестернов с отточенными движениями, совершенно другой пластикой. И вот эту красоту этих обыденных движений, повседневных движений, он создавал в этом перформансе. И такой, может быть, самый его знаменитый перформанс, который он делал вместе с художницей-феминисткой Каролем Шниманом, одна из первых художниц, которая перформансиста феминистского толка, для которой было важно принять и признать свое тело. Поэтому это работа с обнаженным телом, что они вместе делали этот перформанс. Место, которое заключалось в том, что Морис с маской на лице, которая абсолютно копировала его, ну, слепок его, его черт лица, носил вот эти самые белые плоскости, которые, то есть это сначала была некая идеальная минималистская инсталляция из белых плоскостей, и пока он, ну, когда он их начинал сдвигать, там обнаруживалась Олимпия Мане, да, вот это. Чёрно-белая фотодокументация перформанса Роберта Мориса с участием художницы Кароли Шниман. Место, 1964 год. На горизонтально ориентированной фотографии запечатлены мужчина и женщина на сцене. В правой части фотографии, развернувшись наполовину спиной к зрителю, стоит художник Роберт Морис. Художник одет в белую кофту без рукавов, белые брюки и белые ботинки. Торс художника наклонён вперёд, колени немного согнуты. Руки художника сомкнуты в кистях, немного выставлены вперёд, локти находятся на уровне живота. У него на спине лежит большой белый прямоугольник высотой около 2,5 метров и шириной около 1,5 метров. В левой части фотографии на заднем плане стоит белый горизонтально ориентированный прямоугольник. Прямоугольник немного наклонён назад. К его плоскости приделана неширокая скамья. На скамье слева лежит груда подушек. Скамья покрыта белой простынёй. На скамье, оперевшись спиной на высокие подушки, лежит обнажённая художница Каролеш Ниман. Художница лежит на спине, ногами вправо, в сторону Мориса. Ноги скрещены. Лицо художницы обращено к зрителю. Чёрные волосы собраны сзади. Шею опоясывает узкая чёрная лента. Левая рука перекинута через живот, так что левая ладонь лежит на правом бедре. Правая рука отведена назад и согнута в локте. Художница как бы слегка опирается на неё. Поза девушки, её прическа и лента на шее отсылают к картине «Олимпия» Эдуарда Манны. Его партнёрша по перформансу, которая представляла «Олимпия» Манны, которая представляла всё то телесное, физическое, женское, что из идеального геометрического абстрактного искусства изгонялось и вытеснялось. Но при этом и в то же время обнаружила всё то, что мы привыкли, зачем люди привыкли ходить и смотреть искусство. Обнажённую женщину. Такое самое, что именно есть классическое в искусстве. И то, что в нём гораздо более современное, чем геометрическая абстракция, чем анимализм, с которым он находился в диалоге. Вот как это всё происходило. И там ещё целый ряд перформансов, в которых пространство, инсталляция осмыслялась как то пространство, которое приводится в движение перформеров и которое приводится в движение перформерами. И потом, после периода работы с перформансами, Морис начинает создавать инсталляции, в которых, собственно говоря, то тело, то присутствие, которое придаёт им смысл, это уже не присутствие перформера, а присутствие самого зрителя. То есть это инсталляция, где перформером должен оказаться зритель, который должен пережить это пространство. В изменении, который должен какие-то... Пережить его как экспириенсы, как испытания. Вот такой вот инсталляция, которая была показана на выставке, заключалась в том, что это как бы коридор, который, по идее, должен вести в другое пространство, в другую комнату. Но это ловушка, потому что человек, который заходит в этот коридор, оказывается всё более-более-более-более сужающимся в пространстве и, в конце концов, оказывается в западне, оказывается в ловушке, с которой он с большим трудом может выбраться. Для самого Мориса это была история о его личной травме. Но это время разводится с женой, у него как бы чувствует себя загнанным, он чувствует, что ему хочется от всех спрятаться, уйти в себя, и он задает такое депрессивное пространство, такой рифмой, пространство могилы, инсталляция могилы, рифмы к нему оказывается, вот этот самый ящик, в котором надо стоять, который ящик гроб, вообще вот это некое напоминание о смерти, о смертности у него будет присутствовать во всех работах. Но при этом это испытание для зрителей, которому это не нравилось, потому что после каждого дня работы выставки на этих серых стенах, монохромных, этой инсталляции оказывались и граффити, да пошёл-то. Ему приходилось каждый раз заново закрашивать эти граффити, и заново строить эти, и заново делать эту инсталляцию такую же, как она была вначале, возникают пространства, в которых вот как-то, тоже пространство для рамы, для зрителя, да. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Морриса «Сосновый портал», 1961 год. Запечатлён выставочный зал с белыми стенами. Внутри зала, друг за другом, стоят две деревянные рамы, выполненные из неокрашенных сосновых досок. Рамы стоят вертикально. В высоту они около двух метров, в ширину около полутора метров. Верхние доски выступают с левого и правого края на пять сантиметров. Каждая рама напоминает дверной проём. Вторая рама стоит за первой на расстоянии около четырёх метров. Такие вот поступки порталу, через которые надо пройти, или порталы с зеркалами возникают, при том, что вроде бы на первый взгляд это выглядит примерно так же, как инсталляция Джата, как первые минималистские выставки, это простейшие геометрические формы в пространстве. А то, что возникает у Морриса, то, что возникает как антитеза минимализму, что если идеальная геометрия минималистской инсталляции не зависит от зрителя, не зависит от нашего восприятия, это некая идеальная, выверенная математическая последовательность, математическая гармония, которую ничто не может изменить, которая абсолютно сбалансирована. То есть здесь все зависит от восприятия зрителя. И здесь возникает то, с чем, по идее, никто из минималистов не мог работать, возникает ощущение иллюзорности этого пространства, возникает лабиринт, где есть проход, где есть зеркало, возникает игра с восприятием, потому что, когда Моррис объясняет, что ему важно в искусстве, ему важно, что ни одно из произведений искусства не является автономным, оно существует только в восприятии зрителя, то есть продолжает, в этом смысле продолжает Дюшана. И он делает работы, в которых это восприятие зрителя решает все. Три балки, которые составляют это произведение, абсолютно идентичны. Цветная фотодокументация скульптурной группы Роберта Морриса, 1965 год. Выставочный зал с черными стенами и потолком. Стены исчерчены белыми пересекающимися линиями. Линии напоминают сильно увеличенную паутину. В зале расположена скульптурная группа из трех одинаковых объемных фигур, по форме, похожих на объемные уголки или заглавные буквы Г, фигуры серого цвета. На переднем плане фигура лежит на боку и повернута углом к зрителю. На заднем плане стоят две фигуры. Левая стоит как буква Г, перевернутая верх ногами. Фигура справа стоит на обоих концах и напоминает по форме двускатную крышу дома. Но они расставлены так, что мы видим их по-разному. И более того, восприятие меняется, когда ты ходишь сквозь эту сталь. Это три абсолютно идентичных формы, которые расставлены в трех позах человеческого тела, лежит, сидит и стоит. Они как бы увидят, что то, что они одинаковые, можно знать, но никогда их нельзя увидеть одинаковыми, как бы из каких бы материалов они ни делались. Они все время будут меняться в процессе восприятия. Пространство, которое он создает, это пространство, где зритель оказывается перформером, где зритель рассматривает, как они меняются, и где зритель оказывается во власти иллюзий. И так же, как иллюзорными оказываются вот эти самые зеркальные кубы, которые он строит, желая показать пустоту. Изначально эти кубы стояли на улице и образовывали совсем такое исчезающее лабиринтическое пространство. Цветная фотодокументация скульптурной группы Роберта Морриса. 1965-1971 годы. Запечатлен городской парк. На зеленом газоне стоят четыре зеркальных куба. Длина ребра каждого куба около метра. В плоскость тех кубов отражаются газоны и соседние кубы, из-за чего кубы почти незаметны. Они словно растворяются в окружающей зелени. И Моррис говорит, что для него, когда он эту работу создавал одним из источников вдохновения, был Евкляин, который сделал выставку пустоты, сделал выставку в пустой галерее. И вот это, собственно говоря, такую иллюзию пустоты или иллюзию формы, исчезающие предметы, это то, что Моррис показывает в этой инсталляции. Вот такая вот, как бы, это тоже зеркала, которые отражаются в друг друге, создавая бесконечность, то есть некую идею зеркальности, лабиринта и иллюзорного пространства, в котором существует восприятие зрителя, формы, которые меняются, потому что то, что кажется кубами, на самом деле не является кубами, то, что как бы формы, которые предполагают некое взаимодействие с ними, формы, которые меняются от нашего восприятия, в которых нету той надежности, да, геометрической, которая из минималистских работ. Цветная фотодокументация скульптуры Роберта Морриса «Облако», 1962 год. К белому потолку выставочного пространства с белыми стенами подвешена скульптура. Она представляет собой большой сплющенный параллелепипед и закрашенный в белый цвет фанеры. Параллелепипед подвешен на металлических тонких стержнях параллельно полу. Его длина около двух метров, ширина около полутора метров, толщина около сорока сантиметров. Тени на гранях и на гладких голых стенах подчеркивают графичность работы. Идеально ровный параллелепипед словно застыл в воздухе посреди пустого зала. Вот такая вот плита, которая была сделана в одной версии из фанера, в другой версии из металла, оказывается парящей в воздухе. И оказывается в очень неуравновешенном пространстве. Поэтому он начинает работать с предметами, которые, в основном, с материалами, которые, во-первых, являются обыденными, во-вторых, не способны держать форму. Моррис предлагает понятие, новое направление, антиформа. Он говорит, что идея, что произведение должно быть фиксированной формы. Это вообще-то авторитарно, что интересно вернуться к этой истории с процессом создания искусства. Но процесс этот не обязательно. Это не обязательно процесс, когда художник что-то создает и передвигает. Это то, как могут в этом процессе участвовать сами материалы. Поэтому он выбирает материалы, которые не держат форму. И его, так сказать, с единомышленниками и художниками, которые попадают в тот же контекст, кстати, формы, в те же выступы, которые он делает, которые в том числе организует сам Моррис, оказывается, Ричард Цера, помните, кто был на лекции, который делал перформансы, где он свинец расплавленный разливал. И оказывается, Эвахеса. И одним из материалов, с которым он работает, вот этот самый материал, который живет свою жизнь, это мягкие, это веревки. Веревки, которые также были в инсталляции у Эвахеса. Веревки, которые могут перепутанные. Знаете, у веревок, у ниток, у проводов есть такая отвратительная особенность, ничего с ними не дышит, они все равно сами собой запутываются в этот страшный морской узел, который нельзя развязать. И веревка, которая свисает, которая наглядно демонстрирует эту силу тяжести, которая на нее воздействует. И это еще одно прочтение Поллока, что работа Поллока создается еще и под воздействием не только желания, усилия художника, но и просто силы тяжести, которая заставляет краску лететь на холст, который расстелен на полу. Вот такая вот демонстрация этой силы тяжести. И инсталляции, которые тоже просто прислонены, она в любой момент может рухнуть. В ней есть неопределенность в этих вещах, в том, как эта пространство создается. Элементы инсталляции, которые предполагают, что зрители могут их перемещать, меняя эту протоархитектурную форму этого стадиона. И, наконец, серия выставок, которые начинает делать Моррис абсолютно для того времени революционных. Это выставка, которая меняется каждый день. Собственно говоря, вся выставка заключается в том, что художник постоянно перемещает предметы в пространство, вернее, превращает это в пространство. В данном случае это было хранилище, это был ангар, в котором Костель хранил работы. Вот этот ангар на самом деле вносит в него хаос. Каждый день в течение трех недель там что-то меняется, там появляется земля, там происходит процесс, который, в общем, скорее можно назвать процессом разрушения, чем процессом созидания выставки. То есть это такой вот непротивоположность монтажу выставки. Это постоянный демонтаж существующего пространства, это постоянное вот это вот приведение его в хаос, который он там делает. И все время, когда он делал эту работу, он вел дневник. И дневник этот был в том числе про отвращение, которое он к этому испытывал, про физиологизм, который есть в этой земле, в этих кучах земли, которые выглядели, которые, как каталогические ассоциации у него вызывают. То есть это вот это возвращение к этому самому, к тому, что изгоняется из минимализма, то бишь к физиологии, к телесности и к ощущению распада и бредности, которая в этих самых вещах, как бы такой физической бредности, телесной бредности, которая в этих вещах есть. Следующую работу он делает в 70-м году, он делает, ему предлагают сделать, уже сделать ретроспективу в музее Уитни, и он предлагает такую же работу, которая вместо того, чтобы выставлять свои старые работы, он предлагает такой же проект, где он во время всех недель, где там, нескольких недель работы выставки будет постоянно трансформировать это пространство. Это такая трансформация, такой действительно достаточно масштабный труд. Но выставку эту он не доводит до конца, он ее закрывает сам, потому что в 70-м году все та же война во Вьетнаме, и происходят огромные массовые протесты американских художников, которые заключаются в том, что художники закрывают еще одну выставку, которая параллельно проходила, которая участвовала в Нью-Йоркском еврейском музее, все закрывают эту выставку, он понимает, что должен закрыть свою выставку тоже, потому что иначе будет глупо. И в этом же году большая часть американских художников, включая Орхола, по-моему, тоже Алденбурга, еще кого-то, снимают, убирают свои работы, снимают свои работы с участием в американском павильоне на Венецианской гейнале. То есть такая была огромная протестная волна, и поэтому это огромная сложнейшая выставка, которая была задумана как процесс, была остановлена. И следующий процесс он делает с работами, которые как раз предполагают некую интерактивность и некие гимнастические снаряды уже для публики, он делает в галерее Тейт в Лондоне, где он выстраивает что-то, что напоминает спортивную площадку, медитативную спортивную площадку для медитации, как его тогда назвал, куратор, со всеми возможными рампами, с тем, где зритель может, с теми самыми перформансами, как постановка задач, как то, что было в театре танца, который он начинал, но теперь это постановка задач для зрителя. И там все возможные варианты, один из вариантов снимает фильм, где он этот вариант показывает, но эту выставку опять-таки закрыли через 4 дня после ее работы, уже не сам он закрывал из каких-то протестных соображений, а закрыл ее руководство галереи Тейнт, потому что зрители, получив возможность этой интерактивности, получив вот эту самую игровую площадку, начали впадать в истерику и просто разнесли это все в щепки. Во-первых, во-вторых, оказалось, что это опасно достаточно, чтобы травматически и как бы все это на всякий случай закрыли, потом открыли в другом варианте уже не интерактивном и не так давно повторили уже в Тейт, в Тейт Модерн, видимо, в этом самом огромном пространстве турбинного зала, сделав все из других материалов и так, чтобы снизить эти риски, потому что я думаю, что действительно история, которая довольно часто возникает в связи со всякими реанактментами и перформансами, что условия, правила безопасности для музея были совсем другие тогда, что тогда можно было сделать что-то такое, что сейчас просто нельзя сделать. Цветная фотодокументация перформанса Роберта Морриса Запечатлена деревянная конструкция, разделённая на четыре узких вертикальных сегмента. Конструкция имеет высоту около пяти метров, ширину около трёх. Она напоминает огромный шкаф с полками. Во втором слева и крайнем правом четвёртом сегментах на равном расстоянии друг от друга расположено по три полки, делящие сегмент на четыре равные части. Первый слева и третий сегменты представляют собой высокие ниши. На полу в первой нише сидит женщина. У женщины русые волосы до плеч, на женщине надеты чёрная футболка, серый пиджак и чёрные брюки. У её правой руки лежит дамская сумочка. В третьей нише в двух метрах от пола, опираясь только на стенки ниши, расположился мужчина. Мужчина повёрнут боком к зрителю. Мужчина на нём чёрная кофта с длинным рукавом и чёрные брюки. Невозможно, нельзя принести заряженное оружие. Марина Абрамович очень жаловалась, когда она пыталась сделать ренак от одного из своих перформансов. И поэтому, когда это делали уже сейчас, это делали так, чтобы всё было абсолютно безопасно, и поэтому такого замечательного массового помешательства, которое, видимо, было итогом этой выставки в 1971 году, было психологическим феноменом не произошло. И Морис работает с этими сами органическими материалами, с таким стекловолотом, который здесь выглядит примерно так же, как выглядят эти материалы, как выглядит латекс у Эвахеса, то есть, как что-то предельно телесное, физиологичное. Он делает композиции генерированные по законам случаев вот такой вот. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Мориса «Рассеянные детали. 1968 год». Запечатлено выставочное пространство с белыми четырёхметровыми стенами и серым полом. В пространстве расположено множество небольших геометричных объектов. Они беспорядочно лежат на полу и стоят у стен, заполняют всё пространство. Среди объектов имеются прямые и согнутые под прямым углом листы металла, скреплённые под прямым углом щиты из фанеры разной длины и ширины, изогнутые и лежащие плашмя отрезы из похожего на чёрную резину материала. Инсталляция напоминает свалку промышленных деталей. Такая вот штука, в которой было ровно 200 элементов, 100 из них металлические, 100 из них сделаны из войлока. И металлические их форма, их цвет, их металлы, из которых они делали, все их расположения вырабатывалось при помощи бросания монеты и гадания на телефонном справочнике Нью-Йорка. А потом как бы делали, то есть вот этот хаос как бы был специально сгенерирован, а потом делались войлочные предметы, которые были рифмы к этим такая помойка, которая на самом деле была очень сложно организованной помойкой. И как бы еще одно тоже что-то, что напоминает груды ветоши, груды ветоши, которые опять-таки возникли из вот этих воспоминаний о пролетарской юности, когда он работал на железной дороге, там были тряпки, которые смазки, которым протирали машины, механизмы, а потом этими тряпками их сжигали, чтобы греться, вот этот ярко вспыхивающий, еще ненадолго, но ярко вспыхивающее пламя, вот эти горячие, горячие тряпки, с которыми он работает, превращая их тоже в такую инсталляцию, но при этом этой инсталляции видно, что это не просто груда этого мусора, что они перегорожены, зеркала, что это все время иллюзорное пространство, которое внутри этого хаоса вторгается. Так же, как с зеркалами работал Роберт Смиттс. и новый материал, который у него появляется, который становится, может быть, самым известным его материалом, это работа с войлоком. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Морриса спутанная, 1967 год. Запечатлена инсталляция, изготовленная из обрезов войлока различных форм. Обрезы прикреплены к белой стене выставочного пространства, цвет войлока бурый. В центре инсталляции множество длинных полос войлока, закрепленных на стене, на высоте около полутора метров. Полосы свисают и ложатся на пол. На полу полосы переплетаются и завиваются. Войлок, который как раз является по определению тем, что с этим вот процессом, это то, что не держит форму, это то, что как краска, материал, который может сечь, который может опадать. Это работа, которую нельзя два раза выставить одинаково. И тоже какое-то замечательное, очень занятное интервью попало с МОС, когда он не так давно делает выставку. Говорит, мне надо смотреть на фотографии моих старых выставок, чтобы сейчас эти работы повесить примерно так же, что, конечно, разоблачает эту идею, что мы должны все-таки походить на самих себя, хотя, в принципе, это то, что всегда может лежать по-другому. А есть, конечно, версия, что с Войлком он начинает работать не без влияния Йозефа Бойса. Он, во всем случае, Бойс говорил, что, да, типа, Моррис как раз побывал у меня в 64-м году, увидел этот войлок и как бы начал с ним работать. Но работает он с ним, но Моррис работает с ним в другом смысле. Он не придумывает никакую мифологию. Он работает именно со свойствами этого материала, с его мягкостью, с его податливостью, с его физиологичностью и с его телесностью. Поэтому это всегда начинает материал, который очень легко прочесть, как что-то имеющее, как что-то предельно тактильное, во-первых, предельно податливое, предельно мягкое и вполне себе физиологичное. Поэтому и эту физиологию он начинает обыгрывать, когда он возвращается к войлочным скульптурам в 80-е годы и делает их, наделяет их таким отчетливым сходством с вагинами, что-то такое абсолютно такие же женские формы. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Морриса «Дом Виттиев-2», 1983 год. Работа прикреплена к фиолетовой стене и спускается вдоль стены на пол. Инсталляция представляет собой отрезы войлока, прибитые к стене гвоздями, симметрично относительно центра. Цвет отрезов войлока серый и розовый. В центре находится металлическая чёрная труба диаметром около 10 сантиметров. Труба торчит из стены на высоте человеческого роста параллельно полу. Она обращена сечением к зрителю. Над трубой закреплён большой прямоугольный кусок войлока серого цвета. На уровне трубы он разделён на две части и свисает с трубы в обе стороны. Из-под левой и правой половин куска серого войлока выглядывают полоски войлока розового цвета. Они представляют собой две вертикальные складки, выступающие из-под серого отреза. Нижние края розового отреза расходятся вправо и влево, проходят под частями серого отреза и крепятся за углы к стене. Нижние части серого отреза лежат на полу. Куски войлока образуют мягкие округлые складки. На уровне пола расстояние между полосами ткани увеличивается, образуя что-то вроде входа в тёмную пещеру. Инсталляция имеет эротический подтекст, поскольку напоминает по форме внешний орган женской репродуктивной системы. Таким образом, труба изображает клитор, розовая ткань, малые половые губы, а серая ткань большие. Тёмный, скрытый в тени промежуток между тканью символизирует вход во влагалище. И само название этой серии «Дом Вети» это дом одна из вилл в Помпеях с знаменитыми фресками эротического содержания. Поэтому, что такое этот дом, что такое эти формы, с которыми он работает. И тело, физиология, это тоже то, что у него постоянно присутствует, в том числе это исследование собственной телесности. Вот такой автопортрет, составленный из баночек, якобы содержащих различные телесные жидкости, там, слюну, кровь, слёзы, мочу, сперму и так далее и тому подобное. Отпечаток собственной руки, как бы слепок собственной руки, с которым он работает, как бы, тоже как одно из воспоминаний детства, потому что он рассказывает в этом, он смотрит, что ему там было 4 года, он жил где-то в каком-то очень холодном штате и зимой высунул руку за окном, мороз. И то, что он почувствовал, было таким, как бы, шоком встречи с реальностью, что он это запомнил на всю жизнь, это, видимо, такая отсылка к этому детскому опыту. Это может быть мозг, который облеплен долларами или золотом. Это может быть вопрос о том, что такое, каким образом мы через тело воспринимаем мир, что такое, как бы, что такое физиология восприятия, что такое биология восприятия. Это проект, который он делает много лет подряд. Это проект, который начинается с того, что он рисует с закрытыми глазами, рисует руками испачканными в краске. И в этот момент рисование становится подобно скульптуре, потому что он как бы лепит форму, а не делает изображение, когда он начинает таким образом рисовать. А потом, через 10 лет он возвращается к этому проекту и работает вместе с женщиной слепой от рождения, которая создает рисунки под его руководством, которое он как бы диктует, что рисовать. И он расскажет, что такое, что когда она и объясняла, она сказала, да, теперь я вижу, что вы хотите сказать. И вот это, что видеть и значит знать во всех европейских языках, что такое знание, что такое видение, что такое ощущение, что такое понимание это основа этого проекта в слепое время. Опять-таки, что такое художник, как его телесное присутствие, 70-е годы, у нас самое, что ни на месте, перформанс-арт и боди-арт, и он, Мой Моррис, фотографируется для афиши своей выставки вот в виде такого вот однозначно садомозахистского и гомосексуального персонажа с немецкой каской, со всеми, вот со всеми тем, что мы, со всей атрибутикой вот такого и подчиненности, и предельной пародийной мужественности, которая предполагает эту эстетику, да. Реклама Роберта Морриса для своей выставки «Кастелли Зоннабенд». Перед нами вертикально ориентированная чёрно-белая фотоафиша. Запечатлён художник Роберт Моррис. Фотография сделана по пояс. Художник повёрнут полубоком вправо, но его лицо повёрнуто в анфас. На голове у него чёрная немецкая военная каска. На глазах солнцезащитные очки. У художника чёрная короткая борода и усы. Его торс обнажён, отчётливо выделяются рельефные мышцы, прессы и рук. На шее художника металлический ошейник с шипами. Художник набросил себе на шею толстые стальные цепи. Он сжимает их обоими кулаками на уровне шеи. Фотографировать в виде провокации, в виде шутки, это единственная работа, которую он жалеет, что он её всё-таки сделал, чтобы показать ещё, что такое вот это художник как физическое присутствие, художник как некий эротический вызов и художник как абсолютно подчинённое обществу, условиям, как жертва, как вот этот самый мазохистский персонаж, который так или иначе зависит от различных обстоятельств и готов на эту зависимость идти, готов на эту, которую манипулируют. В этот момент его очень интересует история, связанная, во-первых, с подавлением сексуальности, как с функцией общества, одним из его очень важных для него мыслителей был Герберт Маркоза, который как раз собственно писал о том, что одна из функций любого авторитарного общества – это подавление сексуальности, подавление сексуальных желаний. Тогда же, в 70-е, он читает Мишеля Фуку, которого тогда начинают переводить на английский язык, и начинает исследовать, что такое пространство, как способ, ну, собственно, чем он и до этого занимался, что пространство – это некая геометрия пространства, это механизм власти, это механизм подчинения тела. И, как бы, из этого возникают истории про лабиринты, которые он начинает делать. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Морриса «Треугольный лабиринт». 1973 год. Запечатлено выставочное пространство с белым арочным потолком, белыми стенами и серым полом. Внутри пространства располагается лабиринт. Если смотреть на него сверху, то стену внутри лабиринта образуют вложенные друг в друга равносторонние треугольники. Треугольники расположены по принципу матрёшки. Чем ближе к центру лабиринта, тем меньше треугольник образует стены. Высота стен лабиринта около трёх метров. Цвет стен бледно-розовый. Во внешней стене имеется проход в лабиринт. В сторонах треугольника в некоторых местах сделаны пустые промежутки для входа и выхода. Вот такой целый цикл работ про лабиринты, которые могут быть вполне инсталляциями музейными. Но к этим лабиринтам, достаточно распространённая не только в современном искусстве игрушка, пространство, в качестве дополнения возникает вот такая серия гравюр в пространстве, в заключениях, просто в тюремных пространствах, где лабиринты и геометрические абстракции мотивируются как раз вот по Мишеле Фуко, что это некие пространства заключения, что это пространство репрессии, что это тюрьма, и что это отчасти вдохновлено пиранезией, пиранезийскими тюрьмами. И какие-то лабиринты он выстраивает в живом пространстве. Вот один такой лабиринт, существующий в Италии, и относительно недавний лабиринт стеклянный с прозрачными стенами, наверное, очень увлекательный как приключение. И такой вот лабиринт тюрьма, выстроенный во дворе галереи. Собственно говоря, его интерес к тому, что вот эти построенные лабиринты, это не первое, что он строит, потому что еще одним из его интересов оказывается ландарт. Он один из основоположников ландарта. В 68-м году он участвует в знаменитой выставке «Земляные работы», выставке, с которой начался, собственно говоря, ландарт как направление, выставляя там вот такую вот кучу грязи и кучу земли за всеми скатологическими ассоциациями, которые эта земля и земляные работы вызывает. Он придумывает, как проект, он придумывает целую серию монументов, в том числе монументов, которые, как политического жеста, у него как реакция на войну, вот такой пять военных монументов, когда это огромные такие ландартистские дистопические пространства. Литография Роберта Морриса из серии «Военный памятник». Горизонтально ориентированный белый лист, черно-белая литография, вымышленный пейзаж. Нижние две трети изображения занимает ровное до горизонта земляное поле. В центре изображена воронка, образовавшаяся в земле от взрыва. Она неглубокая, имеет плоское дно. Стены воронки неровные, ребристые. За воронкой небольшими кучками лежит земля, осыпавшаяся после взрыва. Выше проходит линия горизонта. Над линией горизонта тёмные разводы и надпись на английском языке «Военный памятник». Первое слово «военный» почти полностью скрыто под чёрными пятнами. Геометрия оказывается следами катастроф, что эта воронка от взрыва, что это могилы, что вся эта геометрия состоит и геометрия смерти, это геометрия погребений, что это действительно в отличие от вот этих самых энтропийных монументов Роберта Смитсена, которые антипамятники, это именно что памятники в прямом смысле это места массового захоронения, это кладбище. И при этом для него всё равно монументальность и эфемерность оказывается всё время взаимосвязанная один из первых ленд-артных проектов, которые он придумывает в 60-е годы, тогда же, когда он начинает интересоваться войлоком. Это проект, в котором материалы, скульптура материалом, которого оказывается пар, выбивающийся из-под земли, и который он осуществляет только в 70-е годы, вот такие вот сады пара, сады предельные, эфемерные, бесформанного. Цветная фотодокументация ленд-арт объекта Роберта Морриса, 1977 год. Запечатлена поляна с короткостриженной травой. На поляне располагаются четыре квадратных плоских параллелепипеда, стоящие в два ряда по два параллелепипеда. Длина стороны каждого параллелепипеда около двух метров, высота не более 40 сантиметров. Параллелепипеды составлены из множества скреплённых между собой серых неровных камней. При этом очень действенного, очень зрелищного искусства. Это ленд-артный проект, который он делает для манифеса, для документа, который выглядит как руины, такие раскопки неолитические. Это колоссальный проект обсерватории, который он сначала придумывает, который он делает в Нидерландах. И который называют современным Стоунхенджем, потому что это действительно обсерватория, которая ориентирована на точки восхода солнца во время равнодетствия и соцсостояния, где уже не только это пространство, которое уже меняется, не только в зависимости от того, как зритель по нему ходит, а в зависимости от того, как движение Вселенной, движение Земли, изменяющаяся, находится абсолютно в другом времени, в другом масштабе, чем все привычные искусства. Такий огромный проект, который он делает, при этом ощущение, еще одна из историй, с которой он постоянно работает, это ощущение апокалипсиса, надвигающегося, и катастрофы. Это художник антивоенный, это могут быть и его проекты военных монументов, и вот такой вот проект «Кляскок смерти» со скелетами, атомными взрывами, который в данном случае представлен в виде постельного, комплекта постельного белья. и сладких снов. Это работа с ощущением страха. В 80-е годы он обращается к живописи, вернее, не к живописи, а к картине. Цветная фотодокументация инсталляции Роберта Морриса «Штандарт террор» 1981-1987 годы, воссоздана в 2007 году. Угол выставочного пространства с белыми стенами. На стенах висят две большие рельефные композиции, выполненные в тёмных оттенках серого и чёрном цветах. На левой стене висит большой рельеф серого и чёрного цветов, занимающий почти всю стену. В его центре чёрный рельеф американского флага. К нему спереди, поверх верхней половины флага, прикреплён большой серый силуэт орла с нацистского штандарта. Голова орла повёрнута влево, крылья раскинуты в сторону, а в лапах круглый венок. Круг венка занимает центр флага. Размах крыльев орла равен длине флага. По углам флага расположены рельефы, по форме напоминающие углы массивной рамы. Создаётся впечатление, что середину сторон рамы отрезали, оставив только уголки. Они украшены рельефом с изображением батальных сцен, разбросанных комьев земли, частей тела и оружия. Сверху на срезе нижних левого и правого углов рамы стоит по металлическому ведру. На ведрах лежит серая ткань, застилающая их сверху. Перед этой композицией на полу стоит скамья. Ножки скамьи имеют разную высоту, поэтому скамья наклонена влево. На правой стене висят друг на другом два горизонтально ориентированных рельефа. Рельефы примыкают друг к другу, образуя вертикальную композицию. Верхний рельеф серого цвета. Его сюжет трудно разобрать на слайде, он напоминает батальную сцену. Над серым рельефом высится чёрный силуэт орла, похожего на орла со штандарта. Нижний рельеф представляет собой точно такой же, как в составе первой композиции, американский флаг чёрного цвета. На полу, слева и справа от композиции, стоят два ведра, покрытые серебристой фольгой. И в картине, что делает картину? Картину делает рама, картину делает, собственно, вот эта сама станковая картина, такие огромные рамы, американские флаги, что и рельефы, рельефы, которые состоят из отпечатков, как захоронения, из отпечатков костей, черепов, вот такой вот плясок смерти, как асуария, которые существовали в средневековой Европе, где там декор церквей делался, например, из черепов и костей, как любые захоронения, как вот это такое абсолютное воспоминание «Мементо море», тема как бы барочная, и то, к чему море обращается, абсолютная противоположность минимализма, он обращается к эстетике, которую можно назвать барочной и по ее чрезмерности, и по ее работе с иллюзорностью, и по вот этому постоянному таким брачным напоминаниям о смерти, напоминаниям, которые все время при этом оборачиваются неким китчем, желанием сделать китч. Он делает картины, в которых самым главным оказывается рама. Рама, собственно говоря, то, что упразднял авангард, то, что упраздняло в современном искусстве, то, что здесь возвращается в такой нарочитой декоративности, где причем рама важнее, чем то, что в них обрамлено, потому что там все эти скелетики и черепа, они, собственно говоря, появляются именно в рамах. Картина Роберта Морриса, горизонтально ориентированный прямоугольный холст, вставлен в массивную раму. На картине преобладают коричневые и фиолетовые тона, изображение абстрактное, немного правее центра картины, белым и ярко-желтым цветом изображено яркое свечение. От свечения, закручиваясь вправо и влево, исходят вихревые потоки. Потоки сочетают в себе различные цвета, бледно-синий, фиолетовый, жёлтый и коричневый. Между потоками виден тёмный фон. Рама картины тёмного серебристого цвета. Рама покрыта рельефными изображениями черепов, костей и частей конечностей. И в этот момент он очень интересно переформулирует, какие как бы четыре главных художника для американского искусства, что понятно, что это всегда был треугольник, что это всегда был дюшан с концептуальным, что это был полок с абстракцией, с действием, и что это был Эдвард Хоппер с реализмом. Может быть, надо добавить четвёртого персонажа. Четвёртый персонаж – это Джозеф Корнелл с его ассамбляжами из мусора, с его ассамбляжами из всяких старинных, трогательных, детских, ностальгических предметов. Это декоративность. И декоративность, и если абстракция и действие для Морриса – это эрос, то декоративность старая, ветхая, украшенная – это тонатос, это тяга к смерти. И вот эта декоративность как тягу к смерти, как тягу к старому и ветхому, и дурному вкусу, потому что кладбищенский вкус всегда – это дурной вкус, он реализует вот в этих самых очень странных, совершенно неожиданных для него работ, неожиданных для художника с минималистской родословной работой, которую он делает в 80-е и 90-е годы. Тоже с другим возвращением к живописи, вот такая вот отсылка к Монтенину, которая при этом называется «Последние слова голландца Шульца». Голландец Шульц – это знаменитый гангстер, который в времен Великой депрессии, который умирал при свидетельстве, и так оказалось, что действительно те последние слова, которые он говорил, там, раненые в бреду, были застенографированы. И эта стенограмма как бы умирания, бреда и потери речи стала одним из фактов, в том числе и американской литературы, потому что некий текст, использующий эти слова, написал, использующий эти последние слова голландца Шульца, написал в качестве, в частности, Элим Берроуз. Вот что такое это стенограмма распада сознания, стенограмма распада речи. И здесь Моррис делает эту картину, берет слова, вот эти самые слова голландца Шульца и берет тексты до ряды, которые анализируют природу языка и речи, да, и делает микс, которым подписывают, собственно говоря, эту картину, как бы живопись, как возвращение, так как, что такое фигура полока, которая исчезает в церкальности, превращается в фрагманы, что такое исследование языка, потому что, конечно, Моррис может быть единственным художником своего поколения, который так уверенно начал постмодернизм. Графический рисунок Роберта Морриса «Исследование», 1990 год. Тёмный чёрно-белый рисунок, изображение сюрреалистично. Линия горизонта проходит чуть выше середины листа. На линии горизонта ближе к правому верхнему углу изображения сидит обнажённый мужчина. Он повёрнут спиной, развернувшись полубоком. Его ноги согнуты в коленях, стопы скрыты за линией горизонта. Спина мужчины изогнута, локти опираются на колени. Голова повёрнута к зрителю, на лице борода, на голове вьющиеся чёрные волосы. Справа от его головы в небе светит маленький месяц, небо почти чёрное. Вся земля ниже линии горизонта полностью занята круглым лабиринтом. В центре рисунка, поверх изображения лабиринта, нарисован небольшой светлый прямоугольник. В прямоугольнике нарисованы десятки человеческих фигур, стоящих ровными рядами. Они согнуты, словно в глубоком поклоне. Как исследование, как исследование дурного вкуса, как исследование культурных, исторических обсессий, как исследование природы изображений. Вот такая серия, что мы говорим, исследование, где он обыгрывает Гою, но этого Гою он помещает в собственную, как бы, со своим лабиринтом. И продолжает делать инсталляции, где уже вот этот войлок становится имитацией войлок. Это барокко, это свинцовое, как бы, покрывало, которое брошено на стулья, но которое заставляет, но которое как бы ложится теми же самыми складками, которые могла ложиться войлок. Это исследование в живописи, исследование истории, исторической памяти, которую как раз модернизм такой отрицало, что это отрицание истории, здесь вот эта история возвращается. Картина Роберта Морриса «Отец. Паровоз. 2010 год. Квадратный холст». Изображение чёрно-белое. Оно реалистично и напоминает фотографию. В левой части картины изображено лицо мужчины. Мужчина изображён по грудь. У него очень светлые, широко раскрытые глаза, широкий нос и пухлые напряжённые губы. Он смотрит прямо перед собой. Брови слегка приподняты. Чёрные короткие волосы аккуратно зачесаны. Он одет в белую рубашку и чёрный пиджак. В правой части картины крупно изображена передняя часть чёрного паровоза, движущегося прямо на зрителя. Из трубы паровоза валит густой чёрный дым. Ветер сдувает дым в сторону волос мужчины. Граница между изображениями размыта. Чёрный паровоз словно вытекает из тёмного пиджака мужчины, а чёрный дым перетекает в волосы. В виде живописных полотен по фотографиям. Это полотна сделаны на алюминии. И войлок, который опять превращается в такое абсолютное кружево, в такое же кружево превращается в скульптуру, которая при всей своей геометричности достаточно имеет очень точные прототипы. Это копия, вот эта красивая ажурная геометрическая штука. Это точная копия по форме бомбы, которая была брошена, атомной бомбы, которая была брошена на Магазаки. Инсталляция Роберта Морриса «Красное и чёрное, чёрное и красное, толстяк. 2014 год». Запечатлено выставочное пространство с белыми стенами. В помещении три скульптурных объекта. Ближе к левой стене к потолку прикреплена огромная высотой почти до потолка скульптура из чёрного материала. Скульптура изображает атомную бомбу в момент падения. Задняя часть скульптуры прикреплена к потолку, но касается пола. Основная часть бомбы имеет форму заострённого с двух концов объёмного овала. Сзади у бомбы есть хвост в виде объёмной квадратной рамы, перпендикулярной длине её основной части. В хвосте проделаны большие круглые отверстия. В поверхности самой бомбы также проделаны отверстия в форме различных геометрических фигур, из-за чего она походит на каркас. Справа от бомбы на полу лежит куча толстых чёрных войлочных лент. Её высота около метра, диаметр около двух метров. На дальней стене висит горизонтально ориентированный большой прямоугольник, сделанный из тонких, закручивающихся металлических прутьев белого цвета. По всей длине боковых сторон прямоугольника прикреплены ярко-красные канаты. Их другой конец закреплён вдоль условной вертикальной линии по центру работы. Канаты провисают и изгибаются. Которая здесь превращается вот в такую геометрию, как фигура, которую держит мелохолия Дюрера. Геометрия как отсылка к несоизмеримости человека и его присутствию с этими самыми идеальными математическими законами. И такой же фюзеляж, как детально называют, немецкого самолёта фашистского, примерно такого, на котором Бойс упал, потерпел аварию. И одна из его последних вещей, которая, собственно говоря, абсолютно про это барокко, про эти складки, под которыми ничего нет. Под которыми это ещё раз тело, исчезнувшая человеческая фигура, которая пряталась в этой колонне, чтобы оживить этот минимализм, которая открывалась за этими белыми плоскостями в виде Олимпии Мане. Здесь как бы след присутствия есть, но при этом это абсолютная иллюзия и фикция обороченная. Спасибо. В Музее современного искусства Гараж существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garagemca.org